Уважаемые коллеги, предыдущие выступающие неоднократно уже ссылались на данные неких международных рейтингов, которые так или иначе видят нашу действительность. На самом деле тема эта весьма интересная, потому что оценить успешность государства или эффективность государства крайне сложно без наличия соответствующих методик, соответствующих организаций, соответствующих критериев. Всем известна цитата, есть ложь, наглая ложь и статистика. Я слово статистика вычеркнула и вписала туда слово рейтинг, потому что та ситуация, которая сегодня сложилась в области и национального, и международного рейтингования, она именно такова. Единственную оговорочку, если я позволю, небольшой алверды к Степану Степановичу. Дело в том, что сейчас многие исследователи понятия эффективности государственного управления в этом понятии отходят от чисто экономической позиции к более социальной. То есть под эффективностью госуправления подразумевается не категория прибыли, достижение каких-то таких показателей, а именно в том числе и достижение неких общественно значимых целей, которые были заложены. Изначально рейтингование международное начиналось с различных рейтинговых агентств. И необходимо тут отметить, что рейтинговые агентства изначально были коммерческими организациями, нацеленными на получение прибыли. Соответственно, ждать от них каких-либо прорывов, отходов от чисто такого коммерческого экономического подхода, наверное, не стоило. И в результате экономический кризис, финансово-экономический кризис 2008 года показал во многом все проблемы и перекосы сложившейся системой с оценкой эффективности или успешности государственного управления. Проблема состояла в том, что высокие рейтинги ставились как раз тем, кто не заслуживал особенного доверия. Изначально рейтинг шел с чисто экономических и финансовых показателей. То есть оценивалась платежеспособность, долговые обязательства, финансовые показатели, эмитентов. Но впоследствии эти рейтинги вышли за рамки чисто экономические и из них попытались сделать что-то более глобальное. Вот основные, наиболее ранние и известные рейтинговые агентства – это американские, Standard & Poor's, Moody's и так далее. История некоторых насчитывает более ста лет. В последние годы появились и российские агентства, правда, они работают во многом по аналогичным схемам. Вот как выглядят сравнительные рейтинги вот этих основных компаний. Рейтинги обозначаются латинскими буквами в порядке уменьшения уровня надежности. От А до ЦС. У некоторых агентств есть еще и Д. И чем ниже страна опускается в рейтинги, тем дальше от начала алфавита буквы и, соответственно, цифры, которые обозначают место этой страны в мировой системе конкурентоспособности. Каким образом эти рейтинги влияют на Россию? Да очень простым образом. Это один из каналов влияния. Все рейтинговые агентства основные действуют здесь не на самодеятельной основе, а не проходят аккредитацию при Министерстве финансов Российской Федерации. Всего в России официально аккредитовано 8 агентств, 3 зарубежных, Standards and Wars, Moody's и Rich Ratings. Одно совместное и 4 российских. Каким образом международные рейтинги и индексы стали элементом глобальной системы не просто оценки эффективности управления, а управления, я постараюсь рассказать далее. Как уже выше указывалось, оценка эффективности и успешности возможна по двумя основными способами. Это по тем результатам, которые были достигнуты той или иной системой. Они просто собираются в количественном виде, оцениваются, сравниваются и так далее. И по тем целям, которые закладывались изначально в функционировании данной системы. В идеале это все нормально, это все хорошо и правильно. И хорошо, когда эти два подхода одновременно осуществляются. То есть есть и объективные цифры, и некое соответствие цели. Но, к сожалению, международная рейтинговая система, начавшись с очень хорошего и правильного выяснения, на каком уровне развития находится то или иное государство, тот или иной народ, оно постепенно начало руководствоваться целями. Теми целями, которые закладываются в это рейтингование. В общем, цели эти далеки от тех целей и задач, которые есть у конкретных государств. Ну вот, например, приведу конкретный пример. Совсем недавно рейтинговое агентство Standards & Ports понизило резко кредитный рейтинг России в инвестиционной категории, в общем, с негативным прогнозом. Кроме того, это было где-то в начале года, кроме того, агентство пригрозило снизить рейтинг России, если Банк России откажется переходить плавающему курсу рубля. То есть здесь видно, каким образом вот эти вот механизмы, эти агентства оказывают непосредственное влияние на национальные государства, на национальные экономики. Разумеется, это не единственный способ этого давления, этого влияния, этих манипуляций. Но вот на этом примере довольно четко видно, как это происходит. Значит, естественно, что мировая система рейтингования не ограничивается финансовыми агентствами. Есть гораздо более всеобъемлющие попытки оценить успешность или эффективность государства. Ну, один из наиболее известных – это классификатор показателей Всемирного банка. Он содержит довольно много индикаторов развития. Отчасти это те, о которых говорил Степан Степанович. Но если для человека большое значение имеет давление, температура и так далее, то вот здесь перечислено как раздавление и температура государства. Здесь качество жизни, включая долголетие, образование, уровень жизни, характеристики населения, трудовые ресурсы, бедность, распределение доходов, образование, здравоохранение. Далее, показатели окружающей среды – землепользование, сельскохозяйственное производство, водные ресурсы и так далее, энергопотребление и выбросы. Экономические показатели – динамика экономического роста, структура производства, спрос, бюджет, платежный баланс, счета текущих операций, валютные резервы. Оценка роли государства и глобальные связи. Другие рейтинги учитывают гораздо меньшее количество критериев. Например, в ООН изначально вообще учитывался всего один критерий – детская смертность. Сейчас критериев побольше. Средняя продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения. Ну, есть множество других рейтингов. Я их просто перечислю. Например, всемирное обследование предприятий и бизнес-среды. Далее, обследование предприятий в странах с переходной экономикой. Далее, очень интересный рейтинг – это индекс восприятия коррупции, барометр мировой коррупции. Составляется Transparency International. Россию по этим показателям очень часто, как сказать, ругают. Но в данном случае, каким образом делается этот индекс? Он делается на основе 17 опросов, проведенных 13 организациями среди предпринимателей и экспертов, включая опросы жителей какой-то конкретной страны и иностранцев. Здесь уже возникает вопрос о технологии данного рейтинга. Что нам дают опросы? Всю ли информацию они способны охватить? И практика показывает, что далеко нет. Индекс экономической свободы. Индекс непрозрачности национальных экономик. Разработан по заказу PricewaterhouseCoopers. Тоже очень интересный способ составления этого индекса. Данные формируются на основе опроса 20 финансовых директоров компаний, 5 главбанков, 3 аналитиков по акциям и 5 сотрудников компании Pricewaterhouse. И вот на основании вот этих вот данных создается, в общем-то, тоже система оценки успешности и эффективности целых государств. Ну и очевидно, что такие индексы не могли не сыграть свою отрицательную роль. Как видно, главный недостаток состоит в том, что это все субъективные данные. И тех, кто составляет эти опросы, и тех, кто их, в общем, во многом заказывает, и тех, кто участвует. Объективная информация, которую можно измерить, она используется очень крайне бедно. Вот. Ну, после очередного из рейтингов в 2004 году даже официальное сообщение МИД потребовалось, в котором, в общем-то, была поставлена под вопрос объективность и беспристрастность авторов исследования. И, в общем-то, здесь МИД имел на это основание. Какие еще слабые стороны в тех методиках, которые сейчас применяются? Ну, про субъективный характер я уже сказала. Дело в том, что вот эти вот рейтинговые и прочие агентства, которые занимаются оценкой эффективности, успешности, они не несут никакой ответственности за свою деятельность. В принципе, как-то их привлечь за недостоверную информацию, за даже откровенную ложь манипуляций практически невозможно, потому что они не отвечают за то, чем они занимаются. Многие методики разработаны, исходя из опыта определенных стран, и они совершенно неприменимы к другим странам, поскольку разница, она очень велика. И иногда получаются просто курьезные ситуации. Например, несколько лет назад по очередному рейтингу Грузия где-то в области сельскохозяйственного производства там чуть ли не 200-процентный рейтинг роста наблюдался. Как оказалось, где-то была одна ферма, их стало две. Вот по данным как раз получился такой скачкообразный рост. И далее способы оценки качества государственного управления предназначены в основном для проведения сравнительных исследований. И с их помощью крайне сложно проследить динамику в каком-то конкретном государстве. Среди трудностей оценки эффективности следующие позиции. Спасибо. Сейчас уже буду заканчивать потихонечку. Очень сложно выбрать оптимальное количество критериев. Предыдущий выступающий указал на 40 критериев разрушения, ой, 100 критериев разрушения государства. Но в данном случае очень, как бы, нужна очень серьезная экспертная работа, чтобы по каждому конкретному случаю выявить эти критерии. Уже указана конкуренция различных подходов к оценке эффективности. Здесь борется подход экономический, где, в общем, действительно государство рассматривается как предприятие, и от него требуется получение просто всего лишь некой прибыли. И такой подход цивилизационный, согласно которому все-таки необходимо в первую очередь учитывать цели того населения, которое оцениваешь. Ну и сама по себе формулировка целей и задач, она весьма сложна. И в результате деятельность многих рейтинговых агентств, в результате этих проблем, которые до сих пор не разрешены, она начала развиваться по следующему сценарию. Объективные цели этой работы, они стали подменяться какими-то личными целями либо этих организаций, либо их даже руководства. И дошло до того, что начали понижаться даже рейтинги, например, США, некоторых других ведущих стран. Что же необходимо сделать в этой ситуации? Ну, первыми забили в НАБАД, собственно, уже даже западные страны. Евросоюз усилил свой контроль в этой деятельности. Америка начала изменять свое законодательство в целях снижения зависимости от рейтингов. Ну и вот, например, в России стартовали эти процессы. Недавно в своей статье «Как не проиграть в войне» Глазьев, советник президента, очень четко сказал, что глобальные, что вот эти вот международные рейтинги являются инструментом глобального влияния, они несут в себе опасность для страны. И наша цель сделать свои собственные рейтинги, но, естественно, не повторяя тех ошибок, которые уже совершены. И вот уже на мартовском саммите 2013 года страны БРИКС в Дурбане приняли решение о том, что необходимо основать собственные рейтинговые агентства на основе альянса агентств из России, Китая, ну и США почему-то, которые уже фактически созданы. Я думаю, что если эти процессы будут дальше развиваться, то мы увидим все-таки некоторое новое содержание в области международных рейтингов и индексов, которое, ну, хочется верить, придаст некий импульс для развития процессов в том направлении, в котором это действительно необходимо. Спасибо за внимание. Спасибо.